В Ставрополе появится новый центр здорового образа жизни. Уже весной двери для учеников после реконструкции откроют детско-юношеская спортивная школа. Успевают ли все доделать в срок? Сегодня проверили представители правительства края и депутаты Думы региона. Будущие спортивные площадки оценила и Анастасия Зубрицкая. От старой спортивной школы осталась, пожалуй, одна вывеска. Больше ничего, что могло бы указать на возраст. Конструкции здесь нет. Снаружи новая облицовка, а внутри тоже большие перемены. У нас произошла перепланировка 100%. Поэтому зал был приспособлен в основном под легкую атлетику. Сейчас он может принимать практически все игровые позиции. Баскетбол, гонгбол, волейбол, бадминтон и другие игры юные ставропольцы начнут осваивать в этом зале уже совсем скоро. Объект должен быть сдан в марте этого года. Это зона там не поставила. Да, это зона, будет зрительская зона, которая даст возможность присутствовать зрителям и наблюдать за соревнованиями. Трибун. Таких трибун здесь добавляют раньше не было. Особое внимание при реконструкции обращали на удобство и безопасность. Заменили кровлю, окна, коммуникации и основательно усилили все несущие конструкции. Теперь здание устоит даже при землетрясении 8 баллов. Вот так прогуляться по дну бассейна и остаться при этом сухой здесь можно будет еще недолго. Реконструкция самого сложного объекта уже подходит к концу. И весной, как и весь спортивный центр, его планируют сдать. В 2005 году износ этого бассейна составил 70%. Его закрыли и чуть больше, чем через 10 лет, откроют вновь. Современным и обновленным. Теперь здесь можно будет и обучать детей плаванию, и проводить соревнования. Осталось залить бетоном и приступать к отделке. Сейчас забетонируем. И, в принципе, тут уже плитка будет все отделано. Ну, буквально еще полмесяца будет уже бассейн эксплуатацию сдан. Обошелся такой ремонт краевому бюджету почти в 100 миллионов рублей. В усиленном режиме реконструкция спортивной школы идет с конца 2014 года. Особенно порадовало депутатов, что все работы успевают закончить точно в срок. При масштабных работах такое бывает не всегда. Все работы идут по плану. Возникают, конечно, технические вопросы. Ну, здесь и здесь Министерство строительства. Здесь нужно отдать должное нашему министру Игору Александровичу Васильеву. Он как минимум раз в неделю здесь на этой стройке. И какие-то вопросы быстро снимаются. Кроме водных и игровых видов спорта, здесь будут заниматься легкой атлетикой и единоборствами. Ожидается, что весной в краевую детско-юношескую спортивную школу будут ходить полторы тысячи начинающих спортсменов. И это место, в шаговой доступности до которого сразу пять городских школ, станет центром здорового образа жизни.